всем привет дорогие друзья из пасмурной алании сегодня у нас было солнышко но идет дождик и многие из вас спрашивают о том сколько стоит проживание в алании и в этом видео я хочу вам рассказать дорого ли жить в алании а самое главное сколько уходит на фрукты и овощи сегодня мы с вами пойдем на рынок я покажу вам цены и скажу о том сколько в месяц мы тратим на фрукты и овощи мы с вами сейчас находимся на пятничном рынке вы все прекрасно знаете что в алании каждый день в каком-то из районов города есть вот такие вот рынки на которых можно приобрести фрукты и овощи также можно приобрести сыр и различные сладости пряности и так далее сейчас у нас середина ноября и я покажу вам что есть на рынке сколько это стоит но и конечно же расскажу о том сколько мы тратим я приготовлю всегда вот такой вот список это список на неделю если нам чего-то не хватает мы просто покупаем на воскресном рынке или в ближайшем магазине одно из самых главных правил посещения рынка это конечно же сначала нужно все обойти прицениться посмотреть что вам нравится по цене и по качеству и только потом покупать на рынке оплата принимается только наличкой поэтому имейте при себе всегда наличные деньги и обращайте внимание на ценники это тоже очень важно иногда в зависимости от сезона цены могут отличаться особенно это заметно летом цены могут отличаться на 50 куруши и на лиру но почему потому что например с утра клубника может стоить 10 лир а вечером она может стоить уже лир 7 почему потому что когда очень жарко нужно продать товар побыстрее поэтому к вечеру особенно летом продавцы стараются скидывать цены ну а в такое прохладное время года осенью весной зимой это не особо заметно но можно например купить со скидкой более трех килограмм какого-либо фрукта или овощи например картофель лук лук килограмм стоит 2 лиры а картофель стоит полторы лиры сегодня прошел немножко дождик поэтому достаточно прохладно есть помидоры огурцы стоит 3 лиры конечно же есть зеленые олитки вот эти вот олитки покупают и их засаливают очень получается вкусно и один из сезонных фруктов это конечно же форма килограмм стоит 8 лир напишите в комментариях какую форму любите я люблю вот такую прям сочно а вот это вот еще должна доспеть она чуть-чуть вяжет конечно же круглый год в алане можно купить бананы сейчас бананы стоят 8 лир но их цена варьируется 86 в зимнее время они могут доходить и до 12 лет вот такие вот свежие красивые бананы наступает зима и конечно же зимой спеют мандарины посмотрите какие сочные аж поспел и треснул кто-то любит вот такие зеленые кто-то любит желтый мандарина стоит 3 лиры на рынке продается много различных орехов орехи грецкие 33 лиры есть фундук 38 лир килограмм ну и конечно же есть различные сухофрукты много зелени свежая капуста петрушка укроп рока и штучка вот такой вот пучок укропа стоит полторы лиры капуста 5 есть красная есть лук есть морковь морковь стоит килограмм три лиры и конечно же редька у нее вот такая вот особенность что если она красная сверху снаружи то внутри она белая а если она белая снаружи то она вот такая вот красная внутри стоит 3 лиры ну и конечно же свекла свекла стоит 5 лир для борща для супов очень вкусно очень много перца сегодня рынок прям богаты такой честно говоря я по рынку соскучилась потому что я не была на рынке наверное несколько месяцев берем мандарины мандарины стоит 3 лиры свежие прям с дерева видите даже листочки в этом году мандарин очень много апельсины еще не доспели а мандарин очень много также свежие лимоны 5 лир авокадо авокадо 4 штучки 10 лир авокадо немного мелкие но они прям свежие свежие и 10 лир стоит 4 штучки из сезонных фруктов сейчас конечно же на рынке есть яблоки желтые зеленые красные и конечно же есть груши вот такие вот огромные классные груши груши стоит 7 лир а его стоит 4 лиры килограмм когда она спела она очень сочно очень вкусно изю можно делать супер десерты и есть вот такой вот интересный фрукт который называют дэнгель но также дикая мушмула стоит 8 говорит что очень вкусно есть вот такие вот вот такие вот груши и очень много разных яблок продаются свежие оливки я вам чуть раньше показывала оливки зеленые вот так местные мастерицы хозяйки оливки солят и продают на рынке также здесь можно купить брокколи цветную капусту цветная капуста стоит 10 лир брокколи на когда 10 лир либо брокколи либо цветная капуста мы тоже возьмем и здесь айхан берет помидоры помидоры 3 лиры огурцы лира 50 вот так вот выглядит рынок здесь все местные фермеры привозят свои товары и вот это вот женщина представляете приехала из горной деревни и она сказала что в деревне на на дорогах уже есть снег то есть уже начал идти снег мы сейчас купим у нее вот эти вот брокколи килограмм стоит 10 лир и вот она выращивает брокколи капусту фасоль все у себя на огороде и привозит сюда на рынок начался в деревнях в горах уже идет снег представляете сейчас мы прогуляемся еще с вами по рынку и покажу вам другие цены например чеснок килограмм стоит 30 лир очень много яблок гранаты вот например свежайшие гранаты посмотрите поспели и даже треснули сколько стоит гранат 44 лиры стоит гранат продаются киви тем лишь фасоль помидорчики и конечно же много авокадо 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 можно купить вот такие большие либо маленькие как мы купили из зимних фруктов как я уже сказала бананы айва мандарины апельсины гранаты яблоки и груши очень много яблок особенно которые выращены в деревенских садах зелень постоянно есть также шпинат капуста шпинат стоит 7 лир килограмм и он очень очень упаривается ужаривается когда его готовишь поэтому на двоих пол килограмма даже мало есть как я уже сказала различная зелень в общем все самое вкусное полезное на рынке есть и этот рынок один из самых популярных потому что расположен в центре аланьи берем лук потому что лук мы готовим с фаршем с мясом также делаем зажарку к макаронам лук стоит 2 50 2 лиры 50 курушей для тех кто не знает курс для того чтобы перевести в рубли умножайте лиры на 10 то есть если лук стоит 2 лиры 50 курушей килограмм это получается 25 рублей ну и конечно же чтобы узнать где расположены все рынки в аланьи обязательно заходите в описании к этому видео там есть все все рынки кто-то там вот видите кричит я здесь я здесь морковь 2 50 и танго лимон лимон также есть черная морковь она очень сочная и кстати очень классно тоже добавлять суп суп пол и получается такой очень насыщенный прям бордовый бордовый очень много зелени бананы и друзья конечно же есть драгонфрут он стоит штука 25 лир кто пробовал кто любит пишите в комментариях и есть есть клубника клубника сейчас килограмм стоит 25 лир но пахнет вкусно сейчас мы прогуляемся с вами до места где где продают сыр и смотрите как привозят лук для готовки вот этот лук готовят с рисом называется это блюдо кросса а вот так ребята готовят пакуют шпинат шпинат килограмм стоит 5 лир и шпинат покупает очень много он очень популярен особенно зимой в нем очень много витаминов теперь я покажу вам еще специи специи разнообразные вы все их знаете есть и сухофрукты тоже здесь различные фрукты сахаре орехи и так далее очень очень всего много и конечно же продают свежие сыр и продают свежие оливки томатную пасту которую также можно приобрести на развес и паста есть как из помидор так и из перца видите все усыпано усыпано мандаринами и апельсин пока нет мандаринами мандарины берут просто в огромных количествах потому что это тоже очень вкусно баклажаны баклажаны стоят 3 лиры килограмм есть маленькие огурчики по 250 чуть дороже помните мы с вами были во фионе я вам показывала плантацию огурцов если не смотрели смотрите в описании и на плантации огурцов есть разные виды огурцов самые маленькие огурчики они самые дорогие и они самые желанные скажем так потому что их скупают фирмы которые занимаются именно засолка этих огурцов и продают в банках здесь уже продаются сыры и томатная паста вот эта томатная паста на на развес есть острая есть не острая есть из перца но и конечно же много-много разных видов оливок и свежий красный перец если говорить о рынках то рынке каждый каждую неделю на разных местах круглый год и на рынках зависимости от сезона продаются сезонные фрукты и овощи все друзья мы закончили наши покупки и вот на это все на неделю видите мы купили груши бананы картофель помидоры брокколи и на все на этом мы потратили всего 60 60 лет я надеюсь что вы получили подробную информацию о том что продается на рынках алании сейчас в середине ноября двадцатого года ну и конечно же самый главный вопрос у нас был в чем в том что дорого ли покупать на рынках алании дорого ли жить в алании сколько стоит продукт и тогда как вы видели недельный запас продуктов потому что мы питаемся по особому плану по особому расписанию и сбалансированный у нас рацион где есть рыба мясо макароны и так далее и соответствие с этим мы делаем закупки на неделю и как вы видели стоимость всего того что мы купили на неделю 60 лет цена может доходить и до 100 но в среднем это 60 100 лир потому что в течение недели мы можем еще что-то докупать если посчитать на месяц то это получается примерно 400 лир что означает 4000 рублей то есть в месяц на фрукты и овощи мы тратим около 4000 рублей это 400 лир в других видео я расскажу вам о том сколько мы тратим вообще на продукты но предыдущие мои подсчеты говорят о том что это примерно 10-15 тысяч рублей на все продукты а как я вам уже сказала питание у нас сбалансированное есть и мясо и рыба и стейки и фарш в общем орехи и мед и так далее только качественный продукт я расскажу вам как и где их покупать в алании и в турции поэтому друзья на продукты на фрукты и овощи в месяц 400 лир что означает 4000 рублей и конечно же мы иногда ходим кушать ахмед устье особенно по пятницам у нас такая традиция и очень любим его блюдо сейчас вам тоже покажу если вы хотите отведать настоящую турецкую кухню то вам необходимо отправиться в ресторан и ничтенен ере который находится рядом с пятничным рынком алании вот он пятничный рынок рядом с самым популярным магазином обуви руя кундура где можно купить мужскую женскую и детскую обувь производства турции по супер ценам и очень очень качественную почему я это говорю с уверенностью потому что сама ее ношу женский отдел детский отдел и мужской отдел не забывайте все ссылки на эти магазины есть у меня в описании к этому видео но и конечно же самый лучший самый лучший ресторан в котором можно отведать супер еду это и ничтенен ере где подают блюда национальной турецкой кухни мер хаба здесь есть и вегетарианские и мясные блюда конечно же есть супы курица булгур рис и сейчас ахмет устанам все расскажет и вот эти вот потрясающие блюда ахмет уст и готовят как раз из тех продуктов которые он покупает у местных фермеров на пятничном рынке фрукты овощи ну и конечно же все то что касается производства котлеты мясо он делает сам и каждый день свежие свежие блюда курица рис булгур и различные плюда курица рис курица и побзежи магазина курица, плюда курица и блюда курица. Мы в теплое не токать. Останавливаем блюдая. Их как птиц, Натюрелля. Народавая дач, Вес Terra мы не используем птиц. Мы используем зетин, Дорога мы используем зетин до сих пор. А не покупая фабрика. А заширь мы используем птица Мы не используем всю зетин в кашу. Всего дня мы используем. чтобы проверить. Обычно мы и мы в Паруси. Мыhic в пакетах, и мы выступаем наше время, мы выступаем чоббанки мы нашли в выпеках тавк-то мы собрали Прикitta готов. Я смотрел на эти фермы. Мы сминимем чорбак. Мы делаем кгендарного штрих, таблия чорбачная чорбачная штрих, что мы ещё раз едим. Это чорбачная 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 чuce. В namingятых чорбачных 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 ч любовь. Я делаю пацы, сахарским чорбачным чbrаном, пазочные масюли, штурмак для этого чue, чтобы пешить свои одно пешки мне так как пешить вот подходит я чтобы когда меня посылают пешить принти 3 часа 3 часа я пешить потом оно как 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 И сейчас я вам покажу, что мы кушаем. Айхан уже все съел. Обычно подают в таком вот виде блюда. Обязательно хлеб. Кто хочет джаджик. Джаджик – это йогурт с огурцом. Можно просто йогурт. И можно заказать воду и потом чай. Дорогие друзья, я надеюсь, что когда вы будете в Алании, вы будете покупать свежие фрукты и овощи на рынках Алании. Ну и конечно же приходить в ресторан Кахмет Усте кушать его вкусные потрясающие блюда. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. И вы увидите все самое интересное и полезное о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции и в Алании. Субтитры сделал DimaTorzok